В зале Дома молодежи темно и безлюдно. Нет ни репетирующих детей, ни выступающих коллективов. За несколько дней до показа актеры Саровского драматического театра проходят отдельные сцены, эскизы спектакля, выставляют свет и решают вопросы со звуком. 25 апреля зал Дома молодежи на полтора часа превратится в площадку современного искусства, где даже зритель окажется в необычном положении. Все театральное действие будет происходить на 360 градусов вокруг них. Да, может быть, кому-то кажется неудобным, но уверяю, что это должно получиться так, что всем понравится. Материал для третьего эскиза автор проекта «Везде театра» Евгений Цапаев подбирал специально под пространство Дома молодежи. На этот раз выбор пал на пьесу «Точки на времену оси» современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского. Она сама по себе очень объемная. В ней нет никакого линейного сюжета главных героев. Есть отдельные истории совершенно разных, совершенно, казалось бы, случайных людей из разных уголков мира, из разных временных промежутков. Девять отдельных историй, в каждой несколько персонажей. Итого порядка 20 героев, сыграют которых всего пять актеров. Александру Полехе предстоит исполнить семь ролей. Главное – это ведь действие на сцене, чтобы что-то происходило. И главное – действовать на партнера. Текст, если ты правильно выстроишь в себе действие, текст, он будет рождаться из действия. Увидеть третийский спектакль проекта «Везде театр» можно будет 25 апреля в Доме молодежи. Начало в 6 вечера. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.